Мои личные рекомендации по торговле роботом, по использованию торговых роботов. Во-первых, рекомендую понимать, по какому принципу, по какому алгоритму работает ваш торговый советник, торговый робот. Потому что зачастую понимание работы робота, можно его действия корректировать. Во-первых, если есть разные роботы, например, если робот трендовый, и по вашим сигналам, по какому-то вашему внутреннему чувству, вы понимаете, что сейчас будет флет, и робота можно приостановить. То есть, если робот трендовый, то, скорее всего, он во флете будет показывать не очень хорошие результаты. Рекомендую именно разобраться в алгоритме робота. Такой важный фактор, как психология при торговле роботом. Давайте сейчас этому тоже уделим небольшое время. Казалось бы, какая психология может быть при торговле роботом, но она есть. Смотрите, что это значит. Давайте сделаем следующим образом. Сейчас прогоним наш лучший результат. И разберем один очень важный момент. Да, занимает какое-то время. Итак, мы видим график тестирования нашего робота. Результаты показались довольно-таки интересные. За месяц он показал 78%. Видим, есть и подъемы, и спады, но, в принципе, динамика идет, общая динамика идет положительная. Что касается психологии. Большинство трейдеров, запустив робота, могут видеть такую картину. К примеру, идет хороший подъем, и потом идет спад. То есть, проходит какое-то время, они видят, что, проходит, может быть, неделя, может быть, две. И они видят, что робот сначала зарабатывал, а потом почему-то начал торговать в убыток. Но, так как робот все-таки рассчитан на результат не менее, чем на месяц, да, может быть, даже на два месяца, этому поддаваться не стоит. То есть, общая картина его торговли, все-таки можно увидеть ее хотя бы торговлей за месяц, да, хотя бы минимум за месяц. То есть, если вы видите, что за неделю он ничего не заработал, это еще ничего не значит. Вам нужно дождаться именно хорошего интервала, интервала хотя бы в месяц, и после этого делать уже какие-то выводы. То есть, 90% трейдеров, увидев вот эту картину, что робот начал зарабатывать, а потом сливать, ну, грубо говоря, да, терпеть убытки, они почему-то решают, что все роботы не работают, и это вообще гиблое дело. Я не хочу, чтобы вы совершали те же самые ошибки, а все-таки удостовериться даже, да, до конца, что робот все-таки прибыльный. Вам нужно посмотреть это как минимум в месяц, потому что на истории даже данные Настрадамус показывают хорошие результаты. Вот, поэтому рекомендую обращать на это внимание, про психологию. Также можно сделать быстрый тест. Перед тем, как, после того, как вы оптимизировали робота, есть возможность сделать быстрый тест на исторических данных, на которых не оптимизировался робот. То есть, что это значит? Я не зря выбрал 1 марта и 1 апреля. О, 1 апреля, да? Смотрите, у нас остался еще один месяц, то есть с 1 апреля по 1 мая. Этот месяц был неоптимизируемым, то есть он не входил в оптимизацию. И мы теперь можем протестировать нашего робота за этот период, то есть с 1 апреля по 1 мая. То есть в вашем случае, как в вашем случае, к примеру, вы решили оптимизировать робота за последние 3 года. Вы берете оптимизацию, ставите не… окончание оптимизации ставите не 16-й год, то есть не, к примеру, не 1 мая 16-го года, а окончание ставите на 1 мая 15-го года. И за 14-й, 13-й и 12-й год делаете оптимизацию. Понимаете, да? То есть мы 1 год, последний год берем для теста, а 3 предыдущих, да, после этого 1 года берем за основу оптимизации. И потом мы можем увидеть, какие результаты он покажет после оптимизации на том рынке, на котором он был неоптимизирован. Это очень важный факт, и это нужно знать и помнить. Это просто ускорит ваш процесс тестирования оптимизации роботов и, в принципе, возможно, сохранит ваш бюджет, если робот действительно оказался не очень хорош. Давайте протестировать нашего робота с 1 апреля по 1 мая. Это тот месяц, на котором он был неоптимизирован. И посмотрим, какие результаты покажет наш робот. Вот здесь 5 мая, нажимаем пропустить, чтобы это все ускорить. Так, проходит у нас листирование. Как обычно, занимает какое-то время. И переходим в график. И отчет. Мы видим, что наш робот оказался довольно-таки прибыльный. Хоть он и был в какой-то... Был у него больше во время тестирования прибыль, да? В итоге общая прибыль оказалась около 13% в месяц. То есть робот в любом случае оказался прибыльным даже на том, за тот месяц, на котором он не проходил оптимизацию. Хотя мы оптимизировали всего лишь один месяц, и это очень мало. То есть мы можем оптимизировать за последние 3 года, и результаты в разы просто улучшатся. Понимаете, насколько возможности мета трейдера 4, они просто колоссальны для какого-то... Для штатного трейдера, который не понимает, в принципе, не разбирается в разработке роботов, но уже может его улучшить. Я считаю это очень здорово. Здорово. На данном этапе еще вопросы какие-то появились. Так, Андрей. Андрей, тут вариантов много. Возможно, вы открыли тот тип счета, у которого исполнение инстант и 4 знака. Рекомендую вам открыть торговый счет компании Амаркетс, открыть демонстрационный счет типа ECN, и у вас точно все результаты будут улучшены. То есть у вас будут достоверные данные и достоверные результаты. Поэтому ничего не могу сказать про другого брокера. Все что угодно может быть. Я даю те знания, которые вам точно были проверены на практике, во-первых, и которые вам точно покажут максимально лучшие результаты. Андрей, ответил на ваш вопрос? Так, я так понимаю, вопросов больше нет. Давайте перейдем к следующему. Как я уже неоднократно говорил, рекомендую тип счета ECN, на котором достигается, во-первых, максимальная скорость исполнения ордера, так как это система No Dealing Desk, Minoid Dealing, ваши ордера исполняются. Во-вторых, так как скорость будет максимальная, у вас будут минимальные проскальзывания, если они, конечно, будут, так как все-таки проскальзывания зачастую компания-маркет случаются только на каких-то очень сильных, резких движениях. И также у вас будут самые узкие спреды. Ну, об этом уже говорили. Также повторю, да, исполнение ордера должно быть Market Execution. То есть, если вы все-таки решили использовать не тип счета ECN, вы должны обратить внимание, что у вас было именно исполнение рыночное, а не моментальное. Это очень важно. Благодаря этому достигается, что у вас не будет реквотов. А роботы, как 90% роботов, все-таки реквоты редко обрабатывают. Как ранее говорили, да, все-таки каждый инструмент должен оптимизироваться отдельно. И параметры настроек должны быть индивидуальные. То есть, евро-доллара и, к примеру, доллар-иены должны быть настройки разные. То есть, каждая валютная пара оптимизация проходит, оптимизацию в отдельности проходит. Для того, чтобы ваш робот работал бесперебойно, с постоянным подключенным интернетом, на более качественном ПО и железе, да, то бишь компьютере, рекомендую использовать OPS-сервер. То есть, это круглосуточный удаленный доступ к компьютеру, да, то есть, к серверу удаленному, который вы можете использовать. Также компания Markets, эта возможность присутствует, и ваш робот будет работать круглые сутки, без перебоя. И, конечно же, перед тем, как запускать вашего робота на реальном торговом счете, рекомендую все-таки его протестировать, да, посмотреть, что он из себя представляет, обязательно завысить спред, чтобы спред был не минимальный, а все-таки был какой-то диапазон движения, да, для того, чтобы он расширялся, чтобы наши результаты были максимально достоверны. На этом наш вебинар закончен. Жду вопросов и больших вам профитов.